всем привет снова зарисовки у стола я уже успел съездить на вокал сейчас монтирую выпуски для youtube и как раз сейчас буду красить эти видео и мне как раз вопрос от вас поступил в сегодняшнем влоге о том как я снимаю как я крашу один запросов был вот собственно расскажу сначала как я снимаю на что снимаю и так в трех словах sony я снимаю на sony это 74 влоге снимая full hd профиль у меня pp8 и слог 3 ну и в этой камере есть возможность 10 бит снимать 422 мне нравится в 10 бит снимать на эту камеру в 422 потому что другой цвет я как-то снимал параллельно две камеры снимал выпуск подкаста вот здесь можно посмотреть его значит в этом видео я снимал на две камеры sony a7 3 и a7 4 и 8 3 тоже значит поставил слог 3 вот и потом когда сводил эти камеры конечно картинка сильно очень отличалась хотя по факту условия для съемки были одинаковые вот ну там были разные объективы но по факту все было приблизительно одно и то же условия вот и поэтому как бы 8 3 снимать в слог 3 не очень хорошо как раз вот видео которое сейчас я доделываю я я об этом рассказываю вот как что еще снимаю я с нд фильтром с нд фильтром без него никуда потому что я придерживаюсь правила снимать с выдержкой умноженный на 2 от fps вот соответственно когда я снимаю в 24 кадра 25 у меня выдержка 1 50 и я не смогу снимать такой выдержкой на солнце на ярком хотя до этого вот последние два влога я снимал в 24 кадра в секунду до этого я снимал в 60 кадров в секунду с выдержкой 1 сотая хочу посмотреть как для влога как эта картинка будет заметно незаметно кто-нибудь поймет не поймет собственно сейчас буду красить и процесс собственно грец эта коррекция у меня происходит довольно таки просто если но во влогах это сложнее потому что свет меняется мне нету возможности там постоянно его подстраивать идеально чтобы картинка была ровная во влоге ну и в этом нет такой необходимости тут я считаю что для влога достаточно просто чтобы более-менее было все ровненько вот поэтому в некоторых кадрах у меня экспозиция на этих кадрах скачет где-то там баланс то есть я быструю такую корректировку делаю потому что когда каждый день выпускаешь влоги то это непросто то есть сидеть и каждый кадр выводить у меня на это просто не хватает времени может быть в будущем я как-то трансформирую выпуск влогов и он будет скажем так качественный в плане покраски вот значит сейчас это выглядит так то есть я использую фильм конверт и свои луты и собственно говоря корректировка уже там насыщенности баланса с помощью стандартных цветовых кругов в любой в монтажной программе это можно сделать фильм конверт у меня не пиратский вот я в как рассказывал о влоге что он немножко глючит что-то стал глючить фильм конверт нитратно м1 маки на обычном меня на и маке обычно у меня нет таких проблем но там правда стоит просто фильм конверт не знаю с чем это связано все довольно таки просто попробую сейчас это показать не буду делать запись экрана просто покажу запишу экран с камерой надеюсь будет видно что то в общем если это показать на примере вот этого кадра то делается это просто у меня уже есть заготовка вот видеть что происходит а он опять не подгрузил закрываем такого еще не было что прям при при за при загрузке вот видите перезагрузила он сразу применился не знаю насколько видно это в экранчике маленьком то есть грубо говоря если поэтапно то это будет выглядеть вот так у меня сырой файл потом я кидаю фильм конверта он его проявляет этот лог добавляет пленочный эффект потом я добавляю лут немножко цвета тоже там искажает скажем так немножко контраста и с помощью цветовых кругов добавляю насыщенности и насыщенности цветах ну и добавляю баланс вот в данной картинке в принципе тут изначально у меня с этой стороны светит с правой стороны вот с этой светит белый свет да а здесь у меня светит желтый свет и сзади желтый свет и то есть тут на эту картинку на эту картинку в принципе когда смотришь что тут еще важно понимать в общем да какие цвета присутствуют еще в кадре то есть в данном случае если я буду водить там в холодный то все равно теплый свет будет преимущественным потому что его здесь больше вот на это тоже стоит учитывать на это тоже стоит обращать внимание потому что иногда ты там что-то пытаешься вывести а у тебя в кадре просто много такого цвета и его очень сложно поправить имеется баланс потому что например вот если я вот это сейчас скопирую вот сюда то здесь у меня еще добавлен желтый свет здесь будет вообще все желтое еще и плюс экспозиция ушла это будет поднимать и переборщила конечно желтым придется это все править но опять же это все не так уже хорошо легко будет исправить ничего сюда добавлю здесь уже будет лучше все ну и собственно говоря покраска дальше то есть я один вот кадр сделал если меня цвет не меняется то я просто копирую отсюда все сюда вот и и все если все хорошо ровненько снято то проблем с покраской не будет все будет ровно если там будет свет прыгать как допустим во влоге да сейчас я открою вот здесь у меня например где здесь кадры здесь у меня один цвет да все такое холодное я и баланс как бы сделал холоднее вот а здесь кадр уже идет теплее и соответственно я тут тоже добавлял немножко в теплое уводил световом лесут световом это кручу здесь в этом цветовом круге в митонс я уводил ножка в теплое здесь уже другой цвет цвет опять же оттенки теплее до баланс и тут я уже цветовой круг тоже уводил немножко холодная то есть по обстановке это все действует вот экспозиции вот здесь тоже провала то есть тут темно но опять же для влога я не считаю это критичным здесь можно сделать и так вот и еще один был вопрос по поводу снимаю ли я на панасоник или на sony у у меня есть панасоник мне нравится на него снимать так если в трех словах расскажу то на панасоник я люблю снимать что-то такое более как правильно сказать то творческое может быть потому что на него больше есть конечно него проще снимать с рук если допустим его в какую-нибудь там клетку повесить какой-то небольшой такой собрать комплект вот сетап такой чтобы утяжелить его да то вообще будет картинка идеальная единственное конечно минус у него то что он ну матрица у него кроп да и она шумит уже больше там 800 помню вы возьмите вот это минимальное значение до 800 iso для если ты снимаешь влоги вот и соответственно если там уже выше поднимаешь там уже шум то есть нужно хороший свет чтобы не было шумов если это критично для какой-то съемки вот и опять же до в 10 бит она снимает только в 24 кадра 24 25 и вроде как колористы профессиональные говорят что с него картинка с это даже дичь пятого она нормальная скажем так для покраски но опять же при условии того что все хорошо снят вот мне нравится и панасоник и sony опять же понятно что камеры разные не хочу себе взять джель шестой вот потому что у него ну короче получше он уже понятно джей пятый уже старая версия довольно таки вот соня мне нравится тем что нравится своим цветом чтобы там кто не говорил мне нравится сонька вот света там бухтит что я опять же собрался покупать это в этом мечта это не это не так что да нет пока не не покупая в чем выходить если я могу заказать все на амазоне вот но короче смысл в том что две камеры не могу между ними выбрать то одна хуже другая лучше каждое свои предназначения свои плюсы-минусы вот понятно что они не идеальны подбывает что беру панасоник когда понимая что буду снимать больше с рук и нужна стабильная картинка плюс опять же я уже рассказывал объектив у меня олимпус 1240 у него классная фокусировка я бы все линзы купил бы от этого производителя про версия то что не классно дают картинку они удобные такие в общем классные да вот думаю что когда я себе возьму g6 то я себе возьму эти линзы хотя меня все панасоноводы отговаривают от того чтобы брать g6 лучше взять там с 5 или кину критом в этих цифрах у них путаюсь новые какие-то там панасоники полно кадровые вот но я был когда в румынии конференции мастер-класс у меня был там значит я пощупал и g6 и 5 да конечно стабилизация на полном кадре у него хорошая но она не сравнится наверное я опять же не не делал такого прям сравнения но по ощущениям не показалось что не такая стабилизация на полном кадре как на кропнутом вот плюс опять же линза допустим на кропе она намного меньше да которую мы цепляем а на полном кадре а на первых стоит как я не знаю как что для панасоника плюс она тяжелая и получается что вроде как из я панасоник взял чтобы немножко облегчить себе до жизнь то что можно снимать принципе одну камеру с рук и все хорошо а если брать какой-нибудь с 5 то у тебя это тушка весит плюс с микрофона и какие-нибудь повесишь там мониторы плюс объектив тяжеленнейший просто какой-нибудь вот и вес как были не знаю как sony со стабилизатором на утрирую конечно но приблизительно вот и тоже как бы не очень это классно по мне вот этот 6 если снимать в нормальных сотовых условиях то нормальная картинка не нравится удобно вот как-то так короче сейчас публикую выпуски для ютюба вы их уже можете посмотреть вот здесь посмотрите интересный выпуск мысли мои по поводу по поводу камеры sony a7 3 вот что я думаю по поводу нее вот сейчас 2023 году просто такие вот мысли может кому-то будет полезно кто-то покупает потому что не часто спрашивают типа вот какую камеру взять вот и у меня опыт есть владение a7 3 камера старенькая но для определенной задачи она в принципе еще подходит то есть фотографировать не и спокойно можно еще очень долго но короче вот видео которое угрел там подробненько рассказываю посмотрите обязательно а я буду дальше монтировать это отвлекся на 10 минут чтобы записать вам ответы выпуск сам не монтируется а еще в зал сейчас хочу пойти и сходить потонироваться полно тела